Самарская среда Ян Налимов. Здравствуйте. Сколько жителей Самары сегодня регулярно занимается физической культурой? Как будет работать новый фехтовальный центр, открытый в столице Поволжья? Где в Самаре откроются зимние спортивные площадки? В нашей студии Сергей Четверяков, заместитель руководителя Департамента физической культуры и спорта администрации городского округа Самары. Сергей Валентинович, добрый вечер. Рад вас видеть. Добрый вечер. Взаимно. Ну, и хотелось бы, знаете, с чего начать? Вот в новых условиях мы еще раз убедились в ценности старых истин. Как важен хороший иммунитет? Как важна, соответственно, физическая активность? Вот заместитель руководителя Департамента физической культуры и спорта, где занимается спортом? Как часто занимается спортом в наше непростое время? Ну, во-первых, каждое утро – это зарядка. Обязательно? Обязательно. Какое время она занимает, зарядка? Это две минуты или это полтора часа? Нет, как правило, это 15-20 минут для того, чтобы привести свои мышцы, свои суставы в рабочее состояние. Это, опять же, потом душ, обливание холодной водой и в полном порядке на работу. Так, а спорт какой-то присутствует? Я понимаю, что нагрузка, я понимаю, что мы как бы живем в бешеном темпе, но тем не менее. Вот я, например, стараюсь заниматься, ну, хотя бы два раза в неделю. Сам я активно, конечно, занимался спортом. Вот сейчас времени на это у меня, наверное, это все-таки отговорки, но тем не менее, честно говорю, для регулярных физических активностей времени пока не хватает. Но я участвую в наших всех общегородских мероприятиях, забегах, кроссах, которые мы проводим для жителей. Там я постоянный участник. Кстати, вы знаете, Сергей Валентинович, о чем сейчас подумал? Между прочим, вот даже такое участие в качестве зрителя – очень хорошая зарядка и очень хорошая подпитка. Потому что вот я занимался когда-то борьбой, борьбой дзюдо, и когда я прихожу в зал посмотреть соревнования, это в свое время мне сказал мой тренер. Когда ты себя, ну, немножко вот чувствуешь, немножко не очень хорошо, ты приди в зал, просто подыши этим воздухом, посмотри, как люди выступают на соревнованиях, и тебе станет лучше. Это, между прочим, совершенно, ну, замечательно. Во-первых, это замечательное времяпрепровождение, это, ну, ты смотришь на красивых людей, а во-вторых, это подпитывает энергетически. Вы не замечали? – Безусловно. Вот одна из таких целей и причин, по которым общегородские массовые мероприятия проводятся в центре города, это как раз направлено на то, чтобы популяризировать спорт для того, чтобы люди, когда оказываются, даже не в качестве участников, а в качестве болельщика или наблюдателя, они оказываются среди людей, которые хорошо выглядят, которые здоровы, красивы, сильны. И это, безусловно, влияет на их дальнейшее потом мировоззрение, на их, ну, наверное, и самочувствие, и, может быть, и побуждает их потом к тому, чтобы самому начать заниматься физической культурой и спортом. А физическая культура – это основа, это одно из главных средств для здоровья наряду с питанием, правильным образом жизни. И физическая активность – это одна из главных частей здоровья. – Да, вы знаете, и менталитет меняется у человека, который физкультурой занимается. Вот я замечал, как бы это, ну, люди по-другому думают, по-другому мыслят, они в любой ситуации более оптимистичны. Это люди, которые всегда на самом деле настроены на хорошее. – Ну, наверное, соглашусь с вами. – Я предлагаю посмотреть сейчас сюжет, и мы затем продолжим нашу беседу. Чтобы пролететь гоночную трассу в 15 километров за нормативное время, минут за 20, нужно как следует размяться. Эту аксиому молодой велосипедист Динар Софиулин выучил на зубок. Молодой человек в седле всего лишь три года, поэтому для него городские соревнования пока как тренировка. Набирается опыта, на медали не рассчитывает. Но придет и его время, уверен гонщик, и он обязательно поднимется на пьедестал почета не только первенства Самары, но и России. – Я с детства катаюсь уже на велике, поэтому я велоспорт выбрал. Первенство и чемпионат Самары по велоспорту шоссе прошел в окрестностях стадиона Самара-арена. Гонщики уходили на трассу небольшими группами, соблюдали все меры безопасности при сложной эпидситуации. Участники – мужчины и женщины, юноши и девушки – преодолели 15 километров в два круга. Индивидуальная гонка собрала на старте 120 человек. Критериев абсолютно никаких нет в нашем виде спорта. Это главное желание и всего. А все остальное мы предоставляем. То, что у нас имеется, естественно, велосипеды какие-то есть для начального уровня подготовки. Многие ребята занимаются пока что для своего удовольствия. Пока что на этом этапе для них главное участие, а не результат. Сложный велосезон оказался для самарских спортсменов плодотворным. Удалось провести областные соревнования. Лучшие поехали на чемпионат страны, где выиграли парную и командную гонки. Сейчас у нас выступают ребята в Челябинской области на маунтенбайке. Вот два дня назад девушка была третьей, Тесленко Елизавета. Так что, несмотря ни на что, жизнь продолжается. Сейчас команда готовится выступать в Самарской области чемпионат России среди слабослышащих спортсменов в Крыму. В этом году самарские велогонщики откатали последние городские соревнования по шоссейным гонкам. В октябре турнир пройдет для тех, кто предпочитает маунтенбайк, то есть гонки по горам и пересеченной местности. Сергей Валентинович, так вот соревнования, то, что я на самом деле очень люблю, посещать, смотреть, наблюдать. В Самаре разрешено, к счастью, проводить соревнования при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил и норм. Вот соревнования на сегодняшний день, с учетом всего бэкграунда, всего того, что этому предшествовало, сейчас проходит в соответствии с календарным планом или каким-то образом изменились? Нет, ну, как вы уже правильно заметили, конечно, год у нас выдался непростым, непростым ввиду пандемии, ввиду того, что были введены ограничительные меры на проведение вообще массовых мероприятий, не только спортивных. Календарный план у нас немножко поехал, поэтому многие массовые мероприятия были отменены, в частности, это вот серия наших забегов, это различные массовые соревнования, такие как кожаный мяч, лето с футбольным мячом, муниципальный этап. Он потом прошел уже, финал областных соревнований все-таки состоялся, и хотя он был уже больше в онлайн формате проходил. Что касается календаря общегородского, то все, что в начале года мы успели провести, и достаточно мы провели, самое главное, это золотую шайбу удалось провести. Здорово. Да, и уже после того, как ограничительные меры постепенно снимались, получено разрешение с условием обеспечения профилактических мер, проведение мероприятий было разрешено. Это, по-моему, с августа мы начали проводить. И вот сейчас август-сентябрь, это активный период, когда спортивные федерации, которые по выше обозначенным причинам не смогли провести в июне, мае, в апреле свои соревнования, и если есть такая возможность и необходимость, мы сейчас их в сентябре проводили. А что проходило в практической плоскости? Ну, вот мы сейчас смотрели велоспорт. Да, велоспорт проходил. Сейчас состоялись парусный спорт, состоялись соревнования по дзюдо, по легкой атлетике. Ну, практически всего мы по 56 видам спорта проводим официальные соревнования, стоят у нас в календаре. Ну, практически все, хоть одно соревнование, но обязательно проводят. С учетом, конечно, требований, которые выдвигает Роспотребнадзор. Это недопущение нахождения более 50 человек одновременно, это соблюдение по социальной дистанции, это санитайзеры. Купили в учреждении рециркуляторы, обеззараживатели воздуха. Ну, пока вот на таком этапе вынужденном мы находимся. Что касается Самарского марафона, который... А я вот, знаете, сейчас, Юльтина, предлагаю сейчас посмотреть сюжет, а затем мы как раз поговорим о марафоне, потому что как раз вот это будет, ну, на мой взгляд, прям очень предметно. С удовольствием посмотрим. 42 километра за несколько часов – достойный результат. Первой среди девушек к финишу пришла Ирина Малкова из Кургана. Ирина с детства занимается легкой атлетикой. Говорит, узнав про возможность поучаствовать в забеге, сразу решила приехать. Спортсменка не пропускает ни одного марафона, способна пробежать дистанцию в 100 километров. В принципе, погода марафонская, беговая, трасса тоже нормальная, но последняя горка на Новосадовой, конечно, убивала по ногам. Так было все прекрасно. Космический марафон прошел в Самаре в четвертый раз. Легкоатлеты преодолевали дистанции 3, 10, 21 и 42 километра. Для тех, кто показал на лучший результат, подготовили денежные призы и кубки. Вручать их призерам приехала глава города Елена Лапушкина. Не забыли организаторы и о мерах предосторожности. По согласованию с Роспотребнадзором, каждая дистанция пробегалась в разное время, чтобы не допускать скопления людей на старте. Атмосфера праздничная. Да, в количестве, конечно, мы немножко потеряли. В прошлом году было 3,5 тысяч человек, но здесь мы установили специальный лимит, выше которого мы не смогли подняться. Поэтому я думаю, что благодаря администрации городского округа Самары, наших партнеров, спонсоров, мы продолжим это дело. И в следующем году будет еще больше. Ой, здорово. Эмоции переполняют. После карантина такое мероприятие классное. Всего в этом году пробежать по Самарской набережной приехали свыше двух тысяч любителей спорта со всей России. Без медали не остался ни один участник космического марафона. Сергей Анатольевич, итак, вот ваша оценка. Как прошел марафон? В чем была его особенность в этот раз? Ну и вот расскажите подробнее. Потому что, на самом деле, мероприятие, конечно, получилось хорошее. Ну, прошел он, как и все предыдущие наши старты, на достаточно высоком уровне. Об этом свидетельствует оценка, которую дает всероссийская платформа «Раша Раннинг», которая фиксирует все забеги по стране. А какая оценка там? Я сейчас не могу точно сказать, но максимальная оценка 10. У нас или 9.3, или 9.5. Ну, то есть практически 10. Да, я не могу сейчас это точно сказать, но она высокая. И марафон прошел на высоком уровне еще и в тех условиях, которые у нас были. И это главная особенность, то, что назывался марафон космический. Почему он так назывался? Потому что 12 апреля, когда должен был состояться космический полумарафон, у нас он из-за ограничительных мер был отменен. Регистрация уже была объявлена на эти старты. Ну, а 23 августа у нас планировался самарский легкоатлетический марафон на Кубок главы города. Это тоже традиционное мероприятие, которое поддерживается лично Еленой Владимировной Лапушкиной. И нам хочется выразить благодарность губернатору Самарской области, руководству Роспотребнадзора, которые разрешили нам провести это мероприятие, понятное дело, с соблюдением всех ограничительных мер, максимально, которые возможно было обеспечить на этом старте, было выполнено. Поэтому мы объединили эти два события, марафон на Кубок главы города и космический полумарафон, и получился вот такой старт, единственный в году беговой старт в Самаре. Это Самарский космический марафон на Кубок главы города. Собрал он более двух тысяч человек. Двух тысяч? Это участников? Да, это участников. Очень много? Очень много. Мы их разделили на... По времени развили все старты, все дистанции, да, чтобы не наблюдалось такого скопления людей. И удалось сохранить традиции, беговые традиции в нашем городе. Удалось выполнить то огромное желание любителей здорового образа жизни, любителей бега, ну, принять участие хотя бы в одном старте, который у нас вот состоялся. Вот как-то так. Вы знаете еще, чем важен, на мой взгляд, психологический вот этот момент, потому что люди, ну, на самом деле ждали, то есть нормальная, обычная жизнь, она должна протекать. Нормальные события, они должны происходить, потому что, ну, помимо ограничений, это тоже необходимо людям. Это тоже, ну, помогает ему, скажем так, хорошо себя чувствовать. Это очень важный момент, не находите? Да, мы уже об этом тоже как раз сказали, что почему он проходит марафон по центральным улицам? Потому что это пример, пример, как нужно жить. Это пример сильных, здоровых, крепких людей, уверенных в себе. И это практика... Понятное дело, что мы бежим не из-за того, что по центру города, не из-за того, что негде бегать. Согласен. И вот, это практика проведения марафонов по центральным улицам, она общемировая. Посмотрите, бостонский марафон, нью-йоркский марафон, Париж, Токио. Все марафоны проходят по центральным улицам. Почему? Думаете, у них нету... Конечно, у них много места. Да, потому что у нас-то тем более есть места. Но основная задача – это популяризация здорового образа жизни, популяризация физической культуры и спорта, привлечение граждан к занятиям спортом. И показать людям, как могут выглядеть спортсмены. Вы знаете, вот на что обратил внимание, какое большое количество одновременно в одном месте красивых людей. Это своя такая энергетика. Это энергетика. Это положительные эмоции. Только положительные эмоции. Потому что красивые женщины, девушки, мужчины, там, ну, видно, вот люди идут подтянутые, на которых просто приятно смотреть. Сергей Валентинович, для того, чтобы у нас были спортсмены, должен быть детский спорт. Детский спорт – это массовый спорт, это и потом спорт профессиональный, и это просто люди, которые ведут здоровый образ жизни. Для этого необходимы еще и летние оздоровительные лагеря. В этом году с этим было очень сложно, потому что, ну, до конца не знали. Вот расскажите, как прошла в итоге-то летняя оздоровительная кампания 2020? Да, как вы сказали, эти понятия массовый детский спорт и спортсмены, они неразрывно связаны. Без детского спорта не будет и спорта высших достижений. А летняя оздоровительная кампания – это как раз то средство, при помощи которых мы готовим детей в летний период к соревнованиям. Это учебно-тренировочные сборы, проходят они у нас на базе нашего спортивно-оздоровительного лагеря «Олимп» на седьмой просеке. И долго, конечно, мы долго не могли понять, разрешат проводить летнюю оздоровительную кампанию, сможем ли мы перейти на следующий этап снятия ограничительных мер или нет. В итоге, благодаря совместным усилиям и Роспотребнадзора, и администрации города, удалось получить вот такое разрешение. С 15 июля были открыты детские лагеря. Конечно, не в полном объеме, с выполнением ограничительных мер, не при полной загрузке учреждения. То есть, вот, например, наш лагерь вмещает 280 человек в смену. Мы, смены были организованы с нахождением 140 человек, то есть 50% загрузки. В итоге мы провели две смены, и удалось нам 280 человек, это две смены по 140 человек, провести вот эти учебно-тренировочные сборы для подготовки к вышестоящим соревнованиям. Мы выполнили все меры предосторожности, в лагере работал в режиме обсервации, да, наверное, это может быть не тот отдых, не тот формат, о котором все мечтали. Но, тем не менее, не воспользоваться тем, что... Что у нас есть такая же мчужина в городе. Что лето, что лето, теплая погода, отличные условия для того, чтобы оздоравливаться и улучшать свою спортивную форму. Вот как-то вот так вот мы провели лето. Сергей Александрович, режим обсервации имеется в виду, что родителям нельзя было туда заходить? Да, да, и выезжать детям тоже нельзя было. Они заезжали на две недели в лагерь и находились вместе с тренером. Очень много нюансов, конечно, все это в кратчайшие сроки необходимо было предусмотреть, выполнить. Ну, я думаю, это рабочие моменты, которые мы все сделали. Ну, вы знаете, на самом деле, опять же, почему правильно? Вот сейчас проходят детские соревнования, буквально вот, ну, недавно наблюдал. Родители не пускают. Конечно, это правильно. Конечно, это правильно. И родители на самом деле понимают. Почему? Потому что, слава богу, что соревнования проходят, и вот как бы, ну, запрещено, значит запрещено. Давайте как бы позволим детям просто посостерзаться, а тренерам позволим выявить, так сказать, кто из них лучше и посмотреть, над чем надо работать. Это совершенно правильно. Не, ну, большинство людей-то, конечно, понимают всю необходимость вот таких вот мер, которые сейчас предпринимаются, выполняются. Если мы хотим, ну, так сказать, навсегда избавиться от этой вот таких вот ограничительных мер, чтобы их больше не было. Для этого нужно выполнять то, что рекомендуется. Понятное дело, что некоторые вопросы там, вернее, некоторые моменты вызывают вопросы в части некоторого непонимания у людей. Но это не говорит о том, что эти люди правы. Значит, они чего-то не знают. Не просто так. Это все не просто так. Такие требования введены. Если проводится и изучается этот вопрос во всем мире, не только в Самаре. И не только мы не разрешаем, например, вернее, требуем соблюдения вот таких вот мер. Сергей Валентинович, в Самаре не так давно отреставрировали здание на пересечении улиц Мичурина и Челюскинцев. Такое старое здание, можно сказать, историческое. Там открылся новый, современный, классный фехтовальный центр. Вот расскажите поподробнее об этом проекте. Я знаю, фехтовальщики очень долго этого ждали. Да, долгое время такого специализированного центра в городе не было. Фехтовальщики ютились или в каких-то приспособленных зданиях, или основные соревнования они проводили в спортивном зале на стадионе «Локомотив». Сейчас, опять же, благодаря поддержке и личному участию губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, выделены средства, ну, уже, в принципе, все уже построено. Введен в эксплуатацию фехтовальный центр. Это, ну, действительно станет... Это один из лучших спортивных объектов, который, во-первых, что особо отрадно, он находится в муниципальной собственности. То есть мы теперь имеем свой спортивный объект. Многие наши школы не имеют спортивного объекта. И это наша, ну, основная такая... Такая наша основная забота. То фехтовальщики сейчас имеют замечательный фехтовальный центр, и созданы все условия для плодотворной работы для того, чтобы и дальше в нашем городе вырастали спортсмены самого высокого уровня. Они у нас в фехтовании есть. У нас есть замечательный тренерский состав, который на высоком счету в нашей стране. Поэтому мы очень рады, что у нас появился фехтовальный центр. Ну, у нас традиции есть этого вида спорта. У нас есть традиции, причем на таком высоком уровне. У нас люди поднимались на пьедестал почета на международных турнирах, на чемпионатах мира. У нас есть как бы у кого учиться, есть кому учить. Да, я про это и говорю. Если говорить о массовом спорте, как вы работаете с общественными организациями? Вот недавно, например, Самара встретила проект «Зеленый фитнес». Ну, общественным организациям принадлежит, так скажем, значительная роль в популяризации спорта, в привлечении населения к занятиям физической культуры и спортом. Мы оказываем полное содействие, все, что в нашей компетенции. Мы всем проектам рады, которые пытаются зайти на территорию города. У нас на территории общественных пространств, в парках, на набережной, на площади Куйбышева. Сейчас работают многие такие вот общественные организации, некоммерческие организации, которые свою деятельность осуществляют в отрасли физической культуры и спорта. Это и вот тот проект, как йога в парках. Да, я наблюдаю, кстати, если прийти рано утром в парке, то можно увидеть людей с ковриками. Да, это культура движения с нового долголетия, это бесплатные занятия по УШУ. Вот этот вот, как вы уже упомянули, «Зеленый фитнес». Мы с этими организациями взаимодействуем, оказываем максимальную поддержку. Или, ну, в части, вот, например, по долголетию, по работе с ветеранами у нас работает одна организация, они получили президентский грант. В свою очередь мы, у нас есть тоже грантовая поддержка муниципальная, мы вот как раз таким организациям на их проекты тоже предоставляем, компенсируем им их затраты до 250 тысяч рублей на один проект. В частности, вот, йога в парках получили поддержку в этом году. Всего мы, в этом году мы поддержали 8 проектов и коммерческих организаций. Это и пляжные виды спорта, развитие пляжных видов спорта, это и парусный спорт у нас получила, вот, йога в парках получила, федерация КУДО получила у нас проект. Ну, работаем мы с общественными организациями, стараемся им помогать. И, как, вот, к сожалению, опять же, не состоялся у нас в этом году такую акцию мы в прошлом году, вернее, первую акцию мы провели в 2018, в 2017 году, когда проходил чемпионат мира по футболу в нашем городе, это была акция «Забей гол фанат». Она очень была, получилась востребованной такой среди жителей. В прошлом году мы ее продолжили. Назвали ее немножко уже по-другому, «Приходи на пляж, поиграем». Мы обратились к таким вот общественным организациям для того, чтобы они бесплатные занятия организовывали на территории набережной. Вот в этом году у нас из-за пандемии не получилось, но мы обязательно будем продолжать этот проект, потому что он очень популярный получился. Это и все пляжные виды спорта, и волейбол, и теннис, и футбол. Это и мы ставили сцену, на которой проводили тренировочные занятия по акробатическому рок-н-роллу, зумба, кроссфит. Достаточно активно тоже хотелось бы сказать большое спасибо вот этим вот общественным организациям и различным фитнес-центрам, которые вносят вот этот вот вклад в то, чтобы спорт развивался, чтобы популяризировалась физическая культура. Ну что есть у нас неравнодушные люди, которые на самом деле хотят вот двигать свое дело в массы. Можно и так сказать. Вот, кстати, а по вашей оценке на сегодняшний день, сколько жителей Самары регулярно занимается физкультурой? Есть такая статистика? Да, безусловно. И какова динамика? Есть форма статистического наблюдения, называется 1ФК. Мы ее ежегодно собираем. Она в декабре у нас будет проходить. На сегодняшний день у нас порядка свыше 300 тысяч человек. 300 тысяч? Да, регулярно занимается физической культурой, спортом. Но задачи, которые поставлены в национальных проектах, это спорт нормы жизни, это доведение общей численности занимающих физической культурой, спортом до 55%. Задача очень сложная, конечно, но реализуемая. И для этого делается, понятное дело, чтобы реализовывать национальные проекты, чтобы люди занимались спортом, в первую очередь, что нужно сделать? Нужно создать для этого условия. Условия для того, чтобы люди могли не ехать, а выйти и заниматься. Ну, максимально доступными их сделать. Поэтому строятся новые площадки, открыт фехтовальный центр, ремонты спортивных наших объектов. Ждет, в своей очереди, стадион «Заря». Сергей Александрович, мне подсказывают, осталось совсем немного времени, а хотелось бы задать вопрос прям очень кратко. Планы на зимний период какие по созданию открытия открытых зимних площадок? Ну, они не меняются. Каждый год Департамент спорта по поручению главы города осуществляет общий мониторинг, контроль над заливкой катков на территории города. Планируется, как уже более ста катков у нас ежегодно заливаются. Мы, они традиционно заливаются в местах общего пользования, в парках, естественно, на площади Куйбышева, на набережной, на территории образовательных учреждениях, ну, и внутри дворовых территориях. Все будет в том же формате, как и... Как и обычно. Как прошлые годы, да. И что особо радует, что условия для такого отдыха на коньках, они улучшаются, и мы постепенно приводим к тому, чтобы и своевременно осуществлялась уборка, заливка, ну, и комфортно было находиться на самом катке. Ну, то есть мороз и солнце нас ждут, на самом деле, буквально в самое, на самом деле, ближайшее время. Да, совершенно верно. Ну что ж, спасибо за интересную беседу. Я надеюсь, что мы с вами увидимся не последний раз, потому что делаете вы очень важное и полезное дело. Особенно вот сейчас мы это все понимаем. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии был Сергей Четверяков, заместитель руководителя Департамента физической культуры и спорта администрации городского округа Самары. Занимайтесь спортом, берегите себя, будьте осторожны. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин